приветствую друзья сегодня у нас на обзоре наушники simgot en 700 mk2 вот такие вот ушки как сидят на голове друзья на голове сидят не очень хорошо вот эти вот заушины они вытыкают сами наушники и пользоваться ими не очень комфортно вот именно с этими комплектными кабелем да так так гораздо лучше они сидят вот таким вот образом вот так сидят идеально все и звукоизоляция потрясающая и посадка удобная но вот эти вот заушины просто какой-то кошмар в общем сегодня говорим о симготах en 700 mk2 поехали приходят симготы вот в такой коробке черного цвета с надписью high res audio действительно друзья поддержка high res audio есть они прошли сертификацию очень круто ну почему бы не пройти сертификацию если частотка 20 герц 40 килогерц simgot simgot en mk2 все красиво сзади еле видны и технические характеристики динамический излучатель на 10 миллиметров чувствительность 108 децибел коннектор вилка 0 78 миллиметров импеданс 18 ом в принципе это все что можно здесь узнать открывается это все вот так вот красиво до верхняя часть убирается и здесь у нас надпись есть сузаку сузаку это хранитель южных птиц ну и собственно нарисована птица вот такая вот коробочка коробочка вот это презентабельная конечно классная но самое интересно конечно же находится внутри и самое любопытное это вот этот вот безумно классный приятный кейс который не хочет извлекаться на мы уберем вот эту часть и извлечем его легко также тут имеется у нас друзья разная макулатура гарантийный талон и есть вот такая вот типа инструкции что-то на английском и китайском языках самое любопытное самое приятное это конечно же вот эта вот часть это у нас такой кейс все красиво но строчка не везде идеальная но в принципе очень даже хорошо приятно держать в руке приятно пользоваться 7 год круто и внутри конечно же у нас находится два набора амбишур это тип 1 и тип 2 насколько я понимаю друзья я уже не помню точно но по моему тип 2 это вот эти вот они у нас более широкие и они более басовиты второй тип это тип 1 они менее широкие тут по диаметру они немножечко отличаются вот надеюсь вам видно да и по ширине собственно самих амбишур соответственно вот эти они с акцентом на середину и высокие получается но больше распространенно здесь небольшой акцент на басу есть кто есть если вы любите бас если бас для вас очень важен надевайте вот эти амбишурки тем более поскольку они более широкие они но лучше сидят на мой взгляд вот так вот это все выглядит сердечник давайте здесь тоже посмотрим здесь но немножечко совсем чуть-чуть отличается но в принципе друзья в принципе одно и то же классно что много амбишур классно что можно как-то экспериментировать импровизировать в этом плане но самое интересное конечно же это сами наушники штекер здесь насколько я понимаю в отличие от других симготов претерпел ряд изменений он стал таким узким в то же самое время он прямой как видно здесь он обычный то есть обычный мультимедийный штекер три с половиной миллиметра никакой гарнитуры здесь нет кабель тоже насколько я понимаю всем годах изменился он стал вот такой вот плетеный не знаю хуже это стало или лучше но вот он такой металлический делитель с надписью mk2 то есть это вторая ревизия насколько я понимаю и вот эти вот ужасные заушины заушины вроде бы как приятные классные если у вас маленькие ушки все будет шикарно но если у вас большие уши друзья с этими заушинами наушники вообще на уши не садятся то есть они получается так что они играют злую роль они извлекают буквально сами вот эти чашечки из ушных раковин это конечно же огромный минус сами наушники имеют вот такую вилочку здесь розеточка вот так вот они соединяются соединяются легко в принципе если сильно туда-сюда их не тыкать прослужит достаточно долго здесь вот прозрачно на самих заушинах подписано левый или правый и также на самом наушнике написано левый или правый так что вы точно не ошибетесь что здесь мы видим но во первых мы видим что есть фаска для того чтобы удерживать хорошо амбишуру это здорово металлический корпус сзади вот так вот по симготовски красиво ну вот так вот здорово да больше собственно ничего интересного есть компенсационное отверстие одно все симпатично здорово у меня не красного цвета бывают я так понимаю синего и по моему зеленого не серого и синего короче каких-то разных цветов бывает так что можно в принципе себе выбрать вот так это все выглядит в принципе на мой взгляд выглядит достаточно хорошо но пора переходить уже наверное к звуку в ходе прослушивания на разных источниках относительно симгот е-нмк 2 у меня сложилось четкое впечатление что это отличный пример хороших наушников да не чемпион но они не стремятся побить всех и вся уверен дают качественный звук без всяких сносок и условности в симготах нет уклона в микро детальность но вообще говоря детализация здесь в полном порядке нет такой какой-то родниковой прозрачности однако любой инструмент отслеживается в треке без труда то есть на каждую попытку придраться у е-н 700 мк 2 есть свой такой контр аргумент говорящий да не идеально но очень даже неплохо суммарно мы имеем скорее литую подачу с акцентами на средних частотах и это я могу выделить как отличное достоинство именно на средних частотах акценты и должны быть поскольку именно там находится вокал лидирующая партия подчеркивать аккомпанемент виде какой-нибудь баса или тарелочек это но на мой взгляд это гораздо хуже однако с басом тут все в порядке он средний по скорости и динамики а если надо вот подать глубины как я уже говорил одеваем соответствующие насадки и становится гораздо лучше появляется такой небольшой акцентик но приятный в принципе контрабас отрабатывает естественно также как и бас-гитара и синтез опять-таки рекордов не бьет но хороший такой в меру динамичный бас средние частоты яркие но без каких-то дополнительных усиленных эмоций их ровно вот как должно быть мне очень понравилось как наушники отыгрывают духовые инструменты и какие-то сложные синтетические лиды звуком струн все-таки друзья есть небольшие претензии там хочется больше всего и детали и глубины проработки вокал здесь не утоплен и не выдвигается вперед отыгрывает ровно там где он и должен быть поначалу мне показалось друзья что наушники чуть-чуть не додают по вычи однако судя по всему реально показалось да тут нет бритвенной резкости но они не такие не мягкие округлые то есть вот ровно все по центру не ударяясь ни в какие крайности колокольчики тарелочки другая перкуссия присутствуют в треке полновесно но благодаря правильному акцентированию не лезут к вам в уши как какой-нибудь назойливый жук приятно дополняют картину своими там пейзажами помогают раскрыться среднечастотным инструментом ну и подводя итоги что я могу сказать друзья я хочу еще раз декларировать что симгот ен 700 мк2 это реально хорошие ушки без всяких но и почти однако безусловно друзья есть ушки и еще лучше ну вот такие вот симготы ен 700 мк2 интересно было ознакомиться конечно любопытные приятные хорошие ушки динамические но вот не знаю вот если бы они добавили сюда какой-нибудь арматурный излучатель они добились какой-то большей детализации и на мой взгляд это пошло бы в плюс однако вот симготы насколько я понял они гнут свой звук и звук у них вот звук хороший придраться к нему я не могу вот такие вот симгот ен 700 мк2 что думаете о них вы пишите в комментариях на этом всем спасибо друзья еще раз с вами прощаюсь